Светлана Сергеевна, добрый день. У нас там изменения перед Новым годом произошли по ипотеке, а есть уже реальная информация, что будет происходить? Да, изменения коснулись двух программ, и господдержка, и семейная ипотека. Если мы проговорим про господдержку, то здесь изменений как таковых глобально нет, то есть изменились у нас процентные ставки, они выросли в среднем на 1% пункт, то есть государство анонсирует, что максимально это будет 8% годовых. Но сегодня уже с банками общались, допустим, банк Убрир дает базовую 7,5%, а минимальную при определенных условиях, если, например, страхование комплексное, оно достаточно дорогое, но тем не менее, дает уже 7,1% на весь срок. 7,1% на весь срок. То есть минимум, пойду, да, от 7% на старки. А дальше кто идет? Уралсип, наверное, как обычно? Уралсип 7,59%, Сбер, ВТБ нам анонсировали 7,7% при условиях электронной регистрации у них. То есть максимально 8%, как и было некогда, 7%. Так что у нас там с историей, что только один раз можно брать теперь господдержку? Да, вот все верно. Говорите, ипотеку на господдержку, если брать нулевой точкой отчета 1 января 2023 года, можно взять только один раз. Даже если у вас в прошлом, либо сейчас оформлено пусть даже 3 ипотеки по господдержке, эта информация остается за кадром, то есть сейчас мы делаем нулевой отчет, и ипотеку на господдержку можно взять один раз. Притом, если официальный брак, и мы можем исключить одну из сторон, то здесь у нас есть возможность оформить ипотеку дважды. У нас у каждого супруга по отдельности. Все, то есть если каждый может без соцзаемщика, правильно я понимаю? Абсолютно верно, да, все исключено. Взять, чисто на себя подоход позволяет, то можно взять две на семью. Все верно, да. Все, хорошо. Ну и плюс продлили ее до 1 июля 2024 года, то есть у нас полтора года, мы живем пока по этим. Слушай, а у меня знаешь, у меня такое просто, у меня дочери уже 18 лет вспоминают, не так скоро, но тем не менее. А со скольки лет можно брать без поддержки? С 18. С 18, то есть по идее в семье даже можно, если дети маленькие. Ну если работают. Все, ну просто мне важно это понимать. Слушай, а вот, а что делать, если, допустим, ты господдержку брал, но хочешь ее погасить и взять еще одну? Пожалуйста, ну а ты будешь лично одна. Это последняя. Будем считать, что так. Все, господдержка, да? Похода. Слушай, а там же, я насколько знаю, ну не насколько это известный факт, что там еще и можно теперь за коротку покупать. Все верно, покупать какие изменения. Это с марта, да, эти изменения были? Да, да. Все это в силе. На настоящий момент, то есть что мы можем по господдержке взять? Купить строящееся жилье, купить готовый дом у застройщика, опять же у подрядчика, либо взять ипотеку на строительство. Подожди, а от физического лица? От физического лица нет. От физического лица нет. Правильно, ну чтобы все понимали. Абсолютно верно. Потому что, я-то понимаю просто раз там у нас потом. Речь идет только про юрлицу. Все, что юрлица, это очень важно, господдержка. И расскажи, пожалуйста, про семейные ипотеки. По семейной ипотеке. Давай сначала, я как большинство услышала, да, что там, что произошло? Там всем объявили, что теперь два ребенка. Но часть подумала, что такое уже условие, один из них должен быть рожден после 18-го года. Я, как понимаю, в итоге, в итоговом документе, который был 28 декабря опубликован, такого нет, правильно? Все равно. Просто двое детей, и ты можешь брать семейную ипотеку. Да, если подытожить. У нас на семейную ипотеку сейчас три категории граждан. Первое, это дети инвалиды до 18 лет. Второе, это ребенок, хотя бы один, рожден. Сейчас, вот ты сейчас всех запутаешь. Давай. То есть, все нормально, если двое несовершеннолетних детей. И плюс расширили, да. Это можно, это все, да, можно, чтобы все понимали. Можно взять семейную ипотеку. То есть, у тебя ребенку 9 лет и 17 лет, например, все можно. Но также еще дополнительно что-то появилось, да? Вот как раз это и появилось. А это, да, да, да. Это и появилось. И семейную ипотеку, как нам говорят банки, ограничений в количестве раз, сколько ее можно брать, ее нет. Все. То есть, семейную ипотеку, пожалуйста, всеми с двумя детьми. Ну, я думаю, это нелогично. Мне кажется, правильно, один раз надо брать семейную ипотеку. Ну, то есть, сейчас, мне кажется, должны подкрутить, мне кажется. Возможно, что-то изменится, но вот на текущее время пока ситуация такая. Так, смотри, а вот ты говоришь, категории, как ты говоришь, там, дети инвалиды, там даже есть ли один ребенок, правильно? Все равно верно. Вот это, ну, вот расскажи. Конечно. То есть, получается, еще раз, есть семьи, в которых один ребенок, но он дорожден с 18-го года. Все. То есть, это маленькие дети, условно, там, до 5 лет. Второе, это дети инвалиды, хотя бы один, любого возраста. Любого возраста. И третье, это семьи, в которых есть двое несовершеннолетних детей. Все, все. И это между собой не пересекается. Абсолютно верно. Все, чтобы все понимали. Так, и там тоже загородку, тоже от юрлица. Все верно. Единственное исключение, что своими силами семейную ипотеку строить можно только от подрядчика. То есть, если господдержку... Сертифицированного, да? Все верно. По-моему, из Дом РФ или из Береги, где их при банке нужно прийти. Конечно, везде. Все. Так, хорошо. Ну, потому что тут это, сходу не все могут разобраться, потому что я знаю, я со Сберлс ВТБ общался, они еще 5 января сами ничего толком не знают. Они седьмого не знали, Эльдор Горьевич. Вот, да вы их так уж не. Они просто еще не вышли. Потому что он там под самый Новый год вышел. То есть, мы в целом, я так понимаю, для сферы это хорошо, это ожидается увеличение, правильно? Однозначно. Новая весомая категория граждан, потому что раньше было жесткое ограничение по семейной ипотеке. Ставки, кстати, по семейной, я знаю, 5,7. Ставки по семейной не поменялись, даже 5,5 есть. А у кого 5,5? Вот, Убрира 5, дом РФ 5,5, но там определенная категория, опять же, это либо медработные, там свои нюансы. Ну, а вот такая нормальная, обычная категория 5,7, да? Ну, то есть, то, что они заявляют, реально 0,3 скидка есть по факту, грубо говоря, в среднем. Слушай, а как у нас потоки первые, я знаю, уже 8 дней же прошли, мы уже по 8 дням, у нас все понятно всегда бывает. Мы работали, работали, как работали, так и работаем с 1-го числа. Да, потоки не упали однозначно, плюс еще у нас была прекрасная ярмарка 6-го числа. Ну, это в Тюмине, а в целом по России давай расскажи, как у нас? В целом пока поток, не скажу, что в большом приросте, если сравнивать год к году, в целом по России, ну, плюс 2%. Плюс 2%, ну, то есть, это сушить нормально, учитывая все обстоятельства, которые там есть, я думаю, что это хорошая динамика. Вот, хорошо, а пропорция еще не сильно поменялась, вот не заметили, пока не смотрели еще? Пока, если честно, не анализировали, да, потому что и входящий поток был такой еще минимальный, ну, будем анализировать однозначно. Ну, главное, что растет, и это уже хорошо. Так, ну, тогда давайте вам пожелаю удачи в этом году. Спасибо. В вашем департаменте, чтобы все хорошо было. Большое спасибо. А я думаю, с такими изменениями положительными работы явно будет много. Чему мы очень рады. Все, молодцы. Спасибо. Продолжение следует.